Колония в Сан-Паулу существовала в период с 1920 по 2002 год, отличалась от всех других мест лишения свободы особой жестокостью и содержанием в бесчеловечных условиях. Следили за заключенными тысячи охранников, которые буквально контролировали каждый шаг. Медицина здесь была на самом низком уровне. Узнику не всегда давались препараты, необходимые для поддержания здоровья, поэтому боль часто приходилось терпеть. Прямо в колонии при необходимости проводились сложные хирургические операции, но при этом даже самый элементарный наркоз делался не всегда. Со временем из-за плохих санитарных условий в колонии Сан-Паулу стали развиваться неизлечимые заболевания, которые передавались одного заключенного к другому. Так в начале 90-х годов здесь отбывали наказание около 8 тысяч заключенных, при этом каждый пятый из них являлся носителем ВИЧ-инфекции. Все это привело к тому, что в 1992 году все заключенные восстали и поднили бунт, требовали нормальных условий для содержания. В результате этого 102 из них были убиты. Помимо всего прочего люди сидели постоянно в собственных камерах и даже не выходили на улицу, чтобы погулять и подышать свежим воздухом. Питание здесь было отвратительное. Узники не получали необходимых продуктов для полноценной жизнедеятельности. Все это привело к тому, что арестанты начали поголовно болеть, а так как должного лечения не было, то все умирали. Однако это была не единственная причина смертности. Люди также погибали от пыток и сбиений морального и физического давления, которые на них оказывал персолан колонии. Те, кто не хотел подстраиваться под общий режим, тут же морили голодом. На фоне всех этих событий развязался международный скандал. Привело это к тому, что в 2002 году колония была закрыта, а здание снесено до самого основания.